Встреча Андрея Кавхута со студентами Пушкинского университета прошла насыщенно и интересно. Для молодежи министр природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовил тезисную подборку основных белорусских достижений в деле создания развития экологического образования, а также статистику по итогам реализации главных государственных программ в сфере зеленой экономики. Действительно, это та область, которая наделена природой прекрасными богатствами. Здесь большое количество особо охраняемых природных территорий, более 14% территории заняты особо охраняемыми территориями. Поэтому, безусловно, уже брещане имеют такую природу в первозданном состоянии. Очень важно сохранять ее, приумножать те результаты, которые уже были достигнуты. Здесь очень хорошее качество и вод поверхностных, и подземных Брестской области. Реализуется ряд проектов, которые направлены на защиту окружающей среды. Встреча с министром прошла в Брестском государственном университете имени Пушкина не случайно. В ВУЗе идет активная подготовка специалистов по таким профилям, как география и биология, с дополнительными подразделениями и ответвлениями. Молодые люди ведут научно-исследовательскую деятельность, базой для которых служат данные, полученные в ходе республиканских и региональных программ. А таковых в области реализовано немало, ведь Брестейский край богат природными ресурсами. Брестская область богата охраняемой территорией. У нас рамсарские территории на территории области – это больше, чем на территории республики. И в то же время, может быть, даже где-то население мало об этих территориях знает. То есть, вот именно грамотный подход – сохранить интереснейшие территории, уникальные. И в то же время, чтобы наше население, не только наше отселение, а туристы из других стран приезжали и посмотрели на наши уникальные волки природы. То есть, вот разумный подход. Этого тоже еще как бы недостаточно, мы это видим. Ну и, наверное, большая надежда – это на нашу молодежь, на детей, это образование, воспитание. И также информирование населения, чтобы население было в курсе того, что происходит, какие строятся задачи, и почему та или иная площадка выбирается под строительство, и что там будет. Развитие экологического образования, формирование зеленой экономики, изучение особенностей климата и ландшафта Беларуси – эти и многие вопросы в 2017-м будут иметь особое звучание, подытожил министр. Ведь в этом году тематический день – День окружающей среды – посвящен единению человека с природой. А это – залог здоровья и чистоты на планете.